— А кем вы работаете? — Бармен. — Ну вот, а сколько у вас получилось за последний месяц? — Тысяч семьдесят, наверное. Плюс-минус. — Ну, в среднем шестьдесят. — Я аналитик данных. — Ну вот, типа, двести ка-плюс. Не хочу точно всему говорить, это как-то неприлично. — В банке работаю. — На жизнь хватило? Давай так. — Но больше сотки? — Ну, конечно. — Ну, неплохо так. Для жизни в Таганроге хватает. — Хватает, спасибо. — У нас среднестатистическую зарплату для Таганрога. — Достаточно. — Секрет. — Достаточно. — Прилично. — Я продуктовый аналитик. Я анализирую данные. У нас есть база данных, у меня есть данные, ты любую информацию можешь получить. Это круто, если ты знаешь, что ты делаешь и что ты из данных можешь получить, кому-то помочь или не помочь. Это очень круто. У меня больше ста тысяч. — У фермеров только полтернадцати. Их каждый день. — Маркетолог. Потому что, мне кажется, это та сфера, которая больше всего имеет на сегодняшний день влияние и на общество, и на рынок. Это, по сути, как вот эта религия. Но я целюсь в ближайшем будущем, в ближайший год, дойти до 150 на руки. — Я работаю в другом городе. Работаю официантом в кофейне. Выходит примерно 40 тысяч плюс 20 делаю на дому самозанятой. — Семьдесят тысяч рублей. Я учитель. Честно, клянусь. — Я художественный редактор в иностранном СМИ о криптовалюте. Ну, в среднем, наверное, тысяч двести. — Педагогом работаю. Тысяч двадцать миллионов, двадцать три, да? — Ну, около пятидесяти пяти-шестьдесяти в месяц. — Ну, если так подумать, то в месяц примерно тысяч пятьдесят, наверное. — Пятьдесят. — Я работаю флористом. — А сколько вот у вас в среднем получается? — Тысяч шестьдесят семьдесят. — Ну, вот за последний месяц сколько получилось? — Сорок две. — У меня в районе шестидесяти пяти-семидесяти. Я все-таки чуть больше года работаю. — Коваром. В среднем до тридцати. — Грузчиком. — У меня зарплата составляет тридцать две, тридцать четыре. Вот так, грубо. — На декабре в России патограф? — Да. — Сейчас типа от ста до ста шестидесяти. Как-то так. Но я знаю, что сделать, чтобы было больше. — Наркотики? — Чего? — Я работаю в РГУ, в приемной декана факультета своего. Ну, как секретарь-администратор. И минимум, максимум, пятнадцать тысяч рублей. Ну, выше среднего заработка в России. — Я пинженер. Ну, где-то двенадцать. — Фильмеров? — Тысяча. — Двадцать, может быть. И того-то, наверное, нет. И каждый день работаешь. — Ведущим методистом управления муниципальной инспекцией. — Тридцать тысяч. — Двадцать тысяч в месяц. — Распитатель. — Радовцом, кассиром. — Порядка тридцати тысяч. — Семьдесят пять, наверное, удачи. — Сегодня я по солёрам работаю. И премии у нас есть. Получаем. А так. Десять восемьсот у нас около. — Я работаю футбольным перчиком. — По-разному, в зависимости от объёмов, в зависимости от клиентов, в зависимости от задач. Ну, я думаю, в очень хорошей ситуации можно зарабатывать миллион рублей в месяц. — Я работаю в компании строительной, менеджером. Там скукота, приходим, офисная хрень. Ну, единственное, что корпоратив был, бухали, тёлку выебали на кухню и всё. Ну, был корпоратив, просто напились и всё. Ну, и там её жёстко отлупендели. Не знаю, тысяч двести вместо сможем зарабатывать. — Ассистентом-стоматологом. — Если работает полную смену, то прям хорошим считается четыре тысячи в день. — Ну, двадцать тысяч где-то. — Вот оснабжение деловское. — Мастером. — Мало. — Маленькое. — Маленькое. Я бюджетный. Пять-четырнадцать с лишним всего. — Ну, сейчас у меня съёмок нет. Около пятидесяти. — У меня за последние семьдесят. — Ну, восемьдесят пять зарплаты идёт. — Девяносто. — В среднем шестьдесят семьдесят. — Пятнадцать тысяч. — Здесь пятнадцать, да. — Электромонтани. — День три с половиной. — Настройки работы. — Ну, за месяц, смотря что ты делаешь, ну, тысяч сто можно спокойно сделать. — Ну, шестьдесят. — Семьдесят. — Ну, максимум здесь, в бюджетном учреждении, ну, тысяч сорок. — В цифрах у нас я не буду называть, но экскурсоводы, вот, пятьдесят тысяч оклада сейчас как раз разыскиваются нашим музеем. — Ну, районе восьмидесяти, по-моему. — Пограммисты. — За последний месяц сто сорок семь. — В офисе менеджером продажи. — Да там не ограничено, сколько продаж столько и будет у тебя, это от тебя зависит. — Пенсии, что ли? — У меня у муза одиннадцать где-то, у меня там четырнадцать. — Вот так и семья. — Большая ца. — Никем, я учусь тут, ну, сколько учусь. — Какой тут доход вообще имеете? — Шесть тысяч рублей. — Помогите. — Чего? — Помогите. — Мой муж получает четырнадцать сто. Стаж работы сорок семь лет. — А в который операторе? — Сто плюс. — Я автомеханик, формовщик. Изготавливаю бизнес-салоны. Вот. На Мерседесе, Спринтере. И так. — Ну, сто восемьдесят. Последние, ну, в этом месяце было. — Я помощник архитектора, у меня пятьдесят пять тысяч. — Это мне нельзя разглашать. — Ну, на телевидении получается? — Да, просто на телевидении. — Максимум, наверное, если вот на одной работе тысяч до сто пятидесят. — Тридцать пять. В институте преподаватель. — В IT работаю. — Чего? — Сто тысяч вышло, плюс-минус. — Ну, мы не из Москвы. — Ну, девяносто, сто тысяч. — Работаю в школе тьютором. Где-то тридцать тысяч. — Я работаю в бьюти-индустрии. Я электролог. Для многих это новое слово. Это удаление волос тела током навсегда. Наверное, максимум — это двести-триста тысяч в месяц. — Семьдесят пять тысяч рублей, поскольку я только на начальном этапе карьеры. — По-разному у меня нестабильный заработок. — Разное бывает. — Ну, я работаю первый месяц. У меня вышло семьдесят пять. — Тысяч пятьдесят, наверное? — Вот и пошли. — Сейчас я работаю не по специальности из-за своего графика в институте, а работаю курьером, так сказать. Около пятнадцати-двадцати тысяч, наверное, за месяц. — Больше пятидесяти, меньше ста. — Сейчас у нас сколько мы родили? Шестнадцать тысяч, да, грубо? Вот шестнадцать тысяч я получаю. Это чё? — Все минималку получают. Двенадцать, одиннадцать. — Минималка? — Одиннадцать восемьсот. — Минимальная? — Ну, это тысяча тысяч. — Тринадцать, четырнадцать. — Да, у нас минималка. — Минимальная? — Тринадцать. Вот до этого я месяц работал, у меня было 80%. Ну, у меня где-то выстроилось снова шоу-балет, ну, где-то 120. Ягин по недвижимости. И ягин по недвижимости. 300. Да, в районе 300 тысяч. Вот так. Ну, примерно 60-70. У меня поваром работаю. В зависимости от квалификации, от разряда, к примеру, у меня 5-й развод, я могу получать в день вот так, где-то до 4-х, до 4,5 тысячи. Сейчас не вспомню, наверное, что-то в районе 40-50 тысяч у меня было за месяц. Я пенсионер. Пенсия 16 тысяч. Пенсию получает 8600. Пенсия, что ли? Пенсия, название только. 12 тысяч. Пенсии тоже очень маленькие, 10-12. Ну, сколько у меня пенсии? Ну, тысяч 20. Пенсия у меня 24 тысячи. У меня маленькие. Плакать хочется, да? Да, 15 тысяч.